Уверенный плюс на столбиках термометров, конечно же, радует брещан, однако малая продолжительность светового дня и практически постоянная серость за окном все же сказывается на самочувствии. Осень идет вслед за летом, богатым на фрукты и овощи, содержащие большое количество витаминов, а с наступлением сентябрьско-ноябрьской поры это изобилие сокращается. Организм человека испытывает большую потребность в поддержке и, не получая ее, отвечает слабостью, ломотой в теле, раздражительностью, сонливостью, повышенным либо наоборот пониженным давлением. Из всей системы витаминов в это время медики особенно просят остановить свое внимание на группе Д. Витамин Д участвует в регуляции многих жизненно важных функций нашего организма, то есть ведет себя как истинный гормон, Д-гормон. Но прежде всего он участвует в регуляции фосфорно-кальциевого обмена, что по сути является профилактикой остеопороза, благодаря тому, что почти в 4 раза улучшает усвоение кальция из кишечника и улучшает использование кальция клетками костной ткани. Однопроцентный уровень кальция в крови нельзя снижать ни при каких условиях. Это важно для нормальной работы нервной системы. Без кальция станут слабыми мышцы и кости, и сердце может остановить свою работу. Однако осенняя грусть может быть связана не только с недостатком витаминов. 5% от общего количества населения Земли имеют предрасположенность отвечать таким самочувствиям на наступление осенней пары года по причине психологических и психических особенностей. Бывают, есть особые люди, которые реагируют на смену сезонов светового освещения, поэтому они очень чувствительны к этим периодам, и поэтому в этот период очень реагируют. Но также бывает группа людей, которые просто в связи с эстетикой, листва и так далее, осень, поэтому тоже хондрят, тоже страдает от этого периода. Поэтому вот разные группы бывают людей. Ну и поэтому 5% это, конечно, те, которые имеют предрасположенность, но бывает и больше, конечно, учитывая периоды. Для реабилитации таких людей в областном психоневрологическом диспансере существует большое количество методик – от простого человеческого общения до медицинских процедур. Важно отметить, что их эффект ощущается только тогда, когда пациент открыт к лечению. Но не всегда люди могут сами оценить свое психологическое самочувствие, поэтому здесь особенно важно внимание со стороны близких. Сам человек, к сожалению, эндоредко это может оценить, потому что это происходит из-под боль, незаметно, то есть вроде как человек работает или что-то делает, и тут потихонечку он меняется. Но поскольку это происходит постепенно, в течение некоторого периода, там, двух недель, может быть, трех, как бы это не очень видно, а вот со стороны видно. То есть когда человек видит окружающее, то он весомый, энергичный, этот рак через недельку как-то посмурнел, стал пассивный, мало разговаривает. Ну и тогда хорошо бы сказать, что там Пётр Петрович, вот его сегодня какой-то скучный, пассивный, не такое как всегда. И это уже стоит задуматься о том, что может что-то происходит с настроением. Если же осенняя депрессия явление временное, то лучший способ вернуть настроение – заняться собой. Юлия Малявка, фитнес-инструктор и мама троих детей, в этом толк знает. Здесь, как говорят, результат налицо. Для этого достаточно собственного веса и базовых каких-то упражнений, там, пять-шесть, но просто важно понимать, что это нужно делать регулярно. Регулярно. Все, другого нет. Питание и тренировки. По словам Юлии, для того, чтобы держать себя в хорошей форме, не нужны серьезные тренажеры, но здесь важен контроль и дисциплина. Как правило, это дает наставник. Основной упор в тренировках Юлия предлагает делать на самые проблемные зоны – пресс, бицепс, мышцы спины, ягодицы. Важно держать спинку на лопаточке сведенными. Важно, чтобы колено не выходило при приседе за носок. То есть мы отходим таз назад. Движение начинается с отведения таза назад. Так что, если вы засели в домашних делах, приуныв с чашкой чая, знайте, что это не повод опускать руки. Найдите активность по душе, займитесь спортом или начните мастерить поделки, а после насладитесь фруктовым десертом без лишних наполнителей. Сейчас это будет, как никогда, полезно.